Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, да говорят, ещё какие! Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри, не вы, плохая им досталась доля. Именно Бородино стало первым произведением, напечатанным с подписью и ведомо Михаила Лермонтова. Оно и принесло известность поэту. Строками из стихотворений великого русского писателя школьники открывают торжественное мероприятие. Некоторые читают, а некоторые поют. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и скрипит. Увы, от счастья речи, и не от счастья бежит. К творчеству Михаила Лермонтова равнодушных не было и нет. И так, настал торжественный момент. Памятный знак к 200-летию великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова считаем открытым. Школа-гимназия номер 25 была выбрана неспроста. Именно она расположена в так называемом Лермонтовском массиве. Для директора учебного заведения Раисе Ивановне-Маслюк такое событие вызывает самые радостные эмоции. Женщина гордится, что в школе, где работает, и районе, где живёт, появилось место, куда поклонники творчества Михаила Юрьевича смогут возлагать цветы. Начиная с пятого класса и до окончания учебного процесса в школе, дети изучают Лермонтова. И не просто изучают, а очень любят. Так же, как и их учителя. Поэтому я безмерно благодарна Русскому дому, Русскому культурному обществу, что именно была выбрана наша Альма-Матер. Для школы номер 25 это событие родило новую традицию. Теперь ежегодно, 26 сентября, в учебном заведении будут проводить Лермонтовские чтения. Первые стартуют уже с понедельника. Представители Русского культурного центра с уверенностью говорят, такое знаковое событие – самое яркое свидетельство любви к русской поэзии, истории и искусству. Открытие памятной доски Михаилу Лермонтову – лишь первая ласточка. В скором времени в Симферополе появятся новые мемориалы. Юлия Попович, Иван Ковалев, Служба новостей и ТВ.